В Перми началась массовая проверка многоквартирных домов. Особое внимание экспертная комиссия уделяет обследованию фундамента и несущих конструкций. На сегодняшний день проверено более 900 строений. Более 500 домов требует дополнительного обследования. С 10 экспертными организациями администрация уже заключила договоры. О ходе проверки отчитался начальник департамента жилищно-коммунального хозяйства Перми Николай Уханов на первом после летних каникул пленарном заседании городской думы. Выявлено, что 518 квартирных домов требуют дополнительных работ по обследованию специализированными организациями. До 21 августа районными администрациями проведены встречи с управляющими компаниями и ТСЖ на квартирных домах, которых необходимо проведение обследования. До 1 сентября будут проведены общие собрания собственников с принятием решения о проведении инструментального обследования. Работу по обследованию экспертные организации будут проводить в два этапа. Первый – это визуальный осмотр конструктивных элементов. В дальнейшем на основании сделанных выводов с применением специального оборудования. На сегодняшний день проверку начали уже в 86 домах. К слову, ответственность за содержание домов лежит на владельцах квартиры и помещений. Согласно техническим регламентам, организации, управляющие домом, должны проводить обследование два раза в год. Но сейчас возникла необходимость вмешаться мэрии совместно с надзорными органами. Николай Уханов заверил, что городские власти совместно с сотрудниками прокуратуры будут следить за качеством работ. Второй вопрос, который рассмотрели думцы, касался готовности учебных учреждений к 1 сентября. Из доклада исполняющего обязанности заместителя главы администрации Перми Людмилы Гаджиевой стало ясно, что все запланированные учебные заведения приемная комиссия приняла еще за неделю до установленного срока. Сегодня мы очень рады в том, что практически 100% образовательных учреждений вышли на новый учебный год с лицензиями. Более полутора миллиардов в бюджете этого года было выделено на образовательные учреждения и на дошкольные образовательные учреждения. 134 школы, 147 детских садов полностью готовы к учебному и воспитательному процессу. Впервые в этом году в приемку были включены все дошкольные организации, а также серьезная работа была проведена в плане пожарной безопасности. К слову, теперь сигнал о возгорании приходит на пульт пожарной части без вмешательства третьих лиц. Также Людмила Гаджиева добавила, что технологии и оборудование, использованные для строительства нового корпуса Дягилевской гимназии, будут адаптированы для других школ Перми. В первую очередь внимание будет уделено строящимся объектам. Также на пленарном заседании был рассмотрен вопрос об исполнении бюджета города за первое полугодие. Ежемесячно администрация города отчитывается о проделанной работе, и это дает свои результаты. Исполнение по доходам и расходам находится на уровне 98%. Это достаточно неплохо. Вместе с тем мы отмечаем снижение поступлений по налогу на доходы физических лиц, по земельному и транспортному налогу. Мы понимаем, что сегодня администрации необходимо активизировать свои действия, в том числе и по новым направлениям, связанными с увеличением доходной части бюджета. В связи с этим думцы рекомендовали администрации отказаться от авансирования муниципальных контрактов, провести более детальную работу с налогоплательщиками. Также серьезный пласт работ предстоит по спариванию кадастровой стоимости земельных участков. Только за последнее время по этому направлению городской бюджет потерял более миллиарда рублей. Денис Пальчиков, Дмитрий Маклыгин, телекомпания «Аветта».